Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Вопрос про то, что не получается выстраивать коммуникацию с мужем по словам автора. На протяжении последних двух лет она использует в общении технику ясообщений. Говорит, что чувствует, что бы мне хотелось, но он как бы реагирует довольно остро. Реагирует тем, что сразу начинает говорить какой он плохой и что она уходила к другому, чтобы искала другого. Также она заметила, что вовлеченность в семейные дела стали меньше, потому что муж приезжает и вечером ложится на диван с телефона. Вот. И, соответственно, автор вопроса чувствует себя ненужно и неважно, а мне не хватает внимания и заботы. Вот. Смотрите, значит, что касается ясообщений. Да. Вот вы пишите, значит, во-первых, я расстроен и я сдала тебя с работы вовремя. Я сдала тебя с работы вовремя, это обвинение. Так или иначе. Вот. Дальше вы пишите, я не говорю и никогда не говорилось, что ты где-то шатаешь. Я вообще волнуюсь, когда ты в пути и тебя долго нет. Здесь вы оправдываете. Меня расстроила такая долгая дорога с работы домой. То есть, как бы, чем она расстроила вас? Несколько я не понял. То есть, понимаете, как бы, здесь все люди отличают, как бы, ясообщения от нарушения личных границ. Понимаете? Вот. И то, что делает ваш муж, ваши личные границы не нарушают, потому что это ваш выбор. Его ждал. И это вы волнуетесь, когда он в пути. То есть, это ваша привозка. За это муж ответственности не несет. Здесь вы выступаете все-таки, как такой мягкий, но все же родитель. Вот. Понимаете? Я думаю, что расстройство здесь, это не то чувство. Расстройство, это скорее больше реакция на фрустрацию. Вот. То есть, вы не получили того, чего вы хотели и фрустрируете. А желательно говорить о том, что вы хотите в момент, когда вы расстроены. Ну, например, чтобы он вас обнял. Вот. Говорите вы так. Дорогой, я хочу, чтобы ты меня обнял сейчас. Вот. Вот это больше про я сообщение. А вы пишите, что я расстроена, взяла тебя с работы в углу. Все-таки это как бы обвинение. Вот. Ну и проблема доверия. Совершенно очевидно, что доверяете вы себе не слишком. Потому что, ну, много объяснений и оправданий. Дальше вы пишите. Мне бы хотелось, если ты сильно задерживаешься, ты мне об этом говоришь, чтобы я не переживала. Ну, как бы, это перенос ответственности. Переживаете вы. Вот. Мы что-то здесь, как бы, ни при чем. Вот. Кстати, а почему переживаете, чего боитесь? Вот. Дальше, значит, вот другой пример. Вы пишите, значит, что он устрелся на работу. Вот. Значит, сказал о том, что чувствует себя уставше и чувствует себя ненужно, неважно, не хватает внимания, заботе. Вот опять же, это, понимаете, как бы претензия больше. То есть, вам нужно непосредственно в моменте говорить о том, чего вам хочется прямо сейчас. А не вот такого рода претензии здесь предъявлять. Ну, при уровне вашей коммуникации. Вот. Ну и, соответственно, раньше было вот так-то, а теперь этого нет. А что-то было как раньше. Ну, тоже, как бы, момент такой, что как раньше может и не быть. А муж ваш, к сожалению, манипулирует. Вот. Он отвечает от манипуляции в том смысле, что он плохой и так далее. Вот. Значит, вы пишете, что полагает, что он приходит на грех, чтобы запугать меня, а говорит найти другого, чтобы повыситься на цену. Здесь у вас слияние, потому что не так важно, для чего он это говорит. Вот. Дальше. Значит, на следующий день я говорю спокойно. Так, считаю нормальным восприятие, мы же мне непонятно. Вам не нужно понимать его восприятие. Вам нужно в себя забраться. Я не знаю, как тогда вообще говорить в подобных ситуациях. Сказал. Мы считаем, что это разговоры в индексу мозгу. Но так, как они выглядят, вполне возможно. Дальше. Значит, я несколько раз после ситуации спрашивал, почему у него такая реакция. Он говорит, что до меня прожил 10 лет. Если у него есть какие-то сложности, нужно обращаться к психологу и ему самому разбираться. Иначе это просто, ну как бы, давление на жалость. Вот. Так. Мама моего мужа говорила о том, что мальчик где-то недолюблен, ему нужно давать много любви. Ну, это история про детско-родительские отношения. Я его хвалю, говорю, словно гордость и благодарность. И когда-то прошу за слово, пожалуйста, только от своей не помогать. Мне кажется, основная проблема в том, что вы это делаете для того, чтобы это помогало. То есть, основная проблема именно в этом заключается. А вот. Значит, в целом, проблема заключается в дом. Будем нет возможности нормально общаться на волнующие вас. Ну, а вы не говорите о том, что с вами происходит в моменте. Вы, как бы, в ретроспективе в основном. Или, когда речь идет о ваших желаниях, вы об этом говорите, ну, в виде, вот, как бы претензии, претензии, вот. А когда мучный говорит о том, что ему что-то не нравится, я себя плохой виновата не чувствую при этом. А при чем здесь вы? Это вы, мучь, это мучь. Если для меня это не проблема, я это сделаю для любимого человека, чтобы ему было хорошо. Опять же, здесь, ну, похоже на оправдан. На то, что вы оправдываете. Если для меня что-то невозможное, ну, значит, просто нет такого ресурса. Я вот такая, просто мне плохая не виновата. Но, опять же, вы как будто бы оправдываетесь здесь. Если разговор идет без повышения голоса, раздражение, то меня вообще не для разговора о том, что человеку хочется, не нравится, не хватает. А из-за чего нас раздражает повышение голоса? То есть это вот точно такой момент. Все это создает ощущение, что вы достаточно тревожны. Я вас принимаю так, но по себе свидетель, свидетель, где нельзя. Вы это делаете. Вот. Подскажите, пожалуйста, почему так происходит и как быть в такой ситуации. Ну, в принципе, я думаю, что раскрыл этот аспект вам. Вот. Почему это происходит? Ну, в целом, в целом. Потому что, как бы, у вас есть определенно такая вот, как бы, проблематика своя. У мужчины есть проблематика своя. Вот. Непонятно. Только, как вы эту проблематику хотите решить вот в таком формате, формате общего вопроса. Это надо решать индивидуально все. И мужу, и вам. Вот. Ну, я бы сказал, что, возможно, возможно, вы не очень хорошо, как бы, друг друга понимаете. Он вас воспринимает несколько изолированно и вы его тоже. Воспринимаете несколько изолированно. Это тоже можно, в принципе, подкорректировать. Вот. Как-то так. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. И желаю вам всего самого доброго. Удачи. Хорош. Удачи.